здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу с вами поговорить об огурцах сейчас июль самая пора роста и созревания огурцов но к сожалению очень многие замечают что вместо того чтобы развиваться вот такому симпатичненькому огурчику зависть начинает желтеть и преждевременно отваливаться что же случилось почему где же мы сделали ошибку давайте попробуем разобраться но начну с того что огурцы это святолюбивая культура даже расположение теплицы имеет большое значение в ремеринах широко в широтах где не такое уж и жаркое солнечное лето теплицу надо располагать в направлении с востока на запад а на юге где очень жаркое лето и сухо с севера на юг и не загущайте ваши посадки огурчик должен хорошо освещаться и проветриваться тогда у вас не будет заболеваний не будет проблем и старайтесь все-таки формировать плети у огурца первые три междоузли лучше ослеплять то есть удалять и боковой побег и сами плодики дальше есть схема формировки они разные гораздо удобнее если мы начиная где-то с 5 и выше оставляем по два междоузли наверху можно оставлять и три междоузли и боковая плеть ослепляется как это делается я показываю делается прищипка вот он кончик боковой плети вот уже видны огурчики вот просто вот эту вот часть вот она точка роста вы отщипываете можно отщипнуть прям вот так вот вот все пожалуйста дальше этот этот боковой побег расти просто не будет и еще удаляйте усики вот поскольку они мне тут попали в кадр все все усики потому что на их рост тоже тратится питание огурец это ли она да он в природе цепляется усиками вот посмотрите как усик скручивается вот он нашел опору и зацепился и вот так вот такой пружинкой он сразу скручивается и подтягивает плеть к опоре во первых на усы тратится очень много энергии посмотрите как он прицепился прямо впился впился вот в этот листочек и плюс усик не просто вот так вот образовался посмотрите ус который еще не нашел опору он вот такой вот прямой вот видите наверху такой прямой усик и он в течение 20 часов делает оборот вокруг своей оси как только ус нашел опору он за нее цепляется и становится такой пружинкой чтобы подтянуть плеть огурца посмотрите сколько энергии тратится во первых на рост этого усика во вторых на его движение так что все усики мы удаляем а сам огурчик вокруг шпалеру и мы просто обкручиваем обычно это делается по часовой стрелке и так не загущаем посадки огурцов огурец светолюбив вторая причина осыпания это температура огурец теплолюбивое растение и поэтому он очень требователь к температуре до цветения и плодоношения температура должна быть в ясный солнечный день где-то примерно 20 24 градуса а ночью где-то 17 18 градусов но как только ваши огурцы начинают плодоносить температура должна повыситься в дневные часы если это ясный солнечный день 23 26 и ночью 18 20 градусов если температура выше или ниже ее надо регулировать или вы белите теплицу или проветриваете открываете он на ночь и утренний полив полив тоже охлаждает немножко температура и о поливе огурцы любят влажную влажную среду влажный воздух в теплице и полив должен быть умеренной проливайте почву как следует глубина корневой системы доходит примерно до 35 сантиметров и на эту глубину вы должны пролить почву мы как-то привыкли чтобы обильно поливаем помидоры огурцы как-то вот ни слова про обильный полив почва должна быть влажной она все-таки не должна быть перелита иначе вы получаете корневую или прикорневую гниль какая же еще причина пожелтение завязи огурцов давайте разберемся какой сорт вы сажаете вот у меня здесь в основном гибриды и вот этот вот сорт я его сажала чуть-чуть попозже это родничок это пчела опыляемый сорт он меня тоже растет в теплице поскольку пчелы у меня сюда залетают и так гибриды в основном партенокарпические что такое партенокарпический сорт очень часто я не знаю это или ошибка или безграмотность говорят самые опыляющиеся огурцы но не могут быть огурцы само опыляющимся по определению поскольку у них есть мужские и женские цветы мужской цветок вот у меня к сожалению его нету поскольку у меня это гибриды у меня в основном цветы женские вот так вот они выглядят маленький-маленький огурчик и на кончике цветочек у мужского цветка вот такой вот завязи такого маленького огурчика нету мужские цветы нужны для опыления женских растений партенокарпические это не самоопыляющиеся и не самоопыляемые растения они выращивают зеленец совершенно без опыления вот такие вот растут симпатичные огурчики вот посмотрите или вот еще у меня сорт длинноплодный сейчас я вам покажу это любимец конфуция вот такой вот длинный огурец вот он уже наверное у меня пол метра это еще маленькие огурчики и так что такое партенокарпический сорт это как я уже сказала сорт образующий зеленец без опыления семена у него бесплодны если вы попытаетесь взять семена от такого сорта у вас ничего не получится они пустые они не оплодотворены но если вы подсадите своим партенокарпическим огурцам обычный сорт не будете его прищипывать чтобы у вас на основной плете были только мужские цветы опылители вы повысите урожайность своих огурцов поскольку все-таки пчелы посещают ваши огурчики и при опылении пчел гораздо выше урожайность партенокарпических огурцов потому что любой огурчик завяжется он не отвалится челка его опыляет еще одна причина по которой могут осыпаться завязи это недостаток питания вы посмотрите какие огромные листья у огурцов вот посмотрите вот моя рука в половину огурец требует большого количества азотных удобрений и поэтому при посадке огурцов мы обязательно или желательно вносим органику это навоз где-то 30 килограмм перепревшего навоза на квадратный метр почвы а когда наш огурец плодоносит уже такая потребность в азоте немножко снижается а появляется потребность в калии вы наверное замечали что огурчики растают такие уродливые у них может быть или вот это вот основание огурчика зауженная а дальше как груш или наоборот это уже проявляются недостатки элементов питания если огурчик получает все в полной мере он вот такой ровненький вот такой красивый гибриды требуют повышенное содержание воды повышенный полив потому что вот у них вот такие большие листья которые испаряют много влаги а что такой полив это вымывание азота и кальция из почвы поэтому гибридные сорта мы подкармливаем чуть-чуть побольше чем сортовые огурцы то есть вносим калейные удобрения можно опрыскивать по листу делаете вот такой состав столовая ложка мочевины 3 столовых ложки золы на 10 литров воды и опрыскиваете огурцы по листу опрыскиваем очень обильно с обоих сторон смачивая листья огурца потому что здесь вот находится устиц и именно они впитывают вот эту влагу это должен быть или пасмурный день или вечернее время чтобы вот этот раствор удобрений быстро не испарился и листья его смогли впитать еще что хочу сказать о подкорках можно использовать полные минеральные удобрения с микро удобрениями можно такие используют препараты удобрения как кристаллон фертика здесь полный набор всех основных элементов питания азот фосфор калий и плюс микроэлементы потому что если вы сами составляете смеси удобрений вы можете ошибиться обязательно надо учитывать фазу развития растений потому что во время роста и во время плодоношения потребность в основных элементах питания и в микроэлементах она разна и как по составу и как по количеству еще хочу сказать что очень важно как вы сажаете огурцы если это рассада то старайтесь чтобы корневая система была хорошо развита поскольку слабая корневая система это тоже способствует тому что завязи осыпаются с вы сами понимаете чтобы вот такой объем листьев обеспечить питательными элементами необходимо хорошая корневая система и еще одно использование завязи очень многие опрыскивают огурцы завязи что такое завязь это своего рода стимулятор роста зеленца совершенно бесполезно вот как сегодня как раз этим сталкивалась когда женщина пишет что у нее основном пустоцвета она опрыскала завязи а результата нет я говорю что вы хотели вы хотели чтобы вас на мужских цветах начали расти огурчики нет этого не может быть а зачем тогда рекомендует завязь завязь это стимулятор да но он стимулятор роста зеленца в нем содержится микроэлементы элемента питания в купе с кислотами с гуминовыми кислотами и вот они при обработке этим препаратом питают огурчик и он лучше развивается а если у вас нет женских цветов опрыскивание завязи совершенно бесполезно вот такие вот причины да еще одно забыла совершенно вот она связана с обработкой завязи и с типом цветения это букетный тип цветения сейчас я покажу где у меня есть такой сорт вот минуточку но он не совсем букетный но вот примерно вот так вот когда из одного узла у вас растут вот у меня только два огурчика может быть 5 и 6 и и частенько осыпаются завязи почему недостаточно питания недостаточно влаги и лишние завязи сбрасывается это может быть еще и при обработке как ни парадоксально препаратом завязь поскольку они все начинают развиваться сначала но потом опять же им не хватает питания и они сбрасываются поэтому можно регулировать количество огурчиков вот в этом узле вот такие причины обсыпания падения завязи огурцов если у вас такая проблема есть проанализируйте уход содержание и условия в которых растут ваши огурчики да еще о поливе поливайте теплой водой если жаркая погода полив должен быть утренние и если прохладная погода и возникла потребность поливе то днем вечером все-таки не поливайте это приводит к тому что начинается испарение вечером нас прохладнее если вы еще закрываете теплицу повышенная влажность и начинаются грибные заболевания и так если вам видео понравилось ставьте пожалуйста лайк и до встречи на моем канале с ольгой на 6 сотках пока пока